Уже через несколько дней в Алтайском крае отпразднуют день рождения Василия Шукшина. В этом году ему исполнилось бы 90. В край приедет полсотни именитых гостей. В программе фестиваля свыше 40 событий. Чем в этом году будут удивлять на шукшинских чтениях, мы узнаем у министра культуры Алтайского края. Сегодня в гостях у нас Елена Безрукова. Здравствуйте. Елена Евгеньевна, расскажите нам, с чего и когда начнется фестиваль? Во вторник 23 июля начинается неделя шукшинских дней на Алтай, а заканчивается она 27 в субботу в Сростках. География движется традиционно от Барнаула к малой родине Василия Макарыча Шукшина. Традиционной точкой открытия является народное мероприятие, на которое можно прийти любому желающему, не покупая билет, у памятника Шукшину на, соответственно, улице Шукшина в час дня 23 числа. К памятнику приедут некоторые из наших гостей, которые на этот день уже будут в Алтайском крае. Андрей Мерзликин, Виктор Мережко, Алиса Гребенщикова, Анна Чурина и другие. Вечером этого же дня состоится официальное открытие кинофестиваля, который является составной частью шукшинских дней на Алтае. Как всегда, начнется с красной дорожки возле Краевого театра драмы в 6 часов вечера. После этого мы приглашаем всех тех людей, которые стали уже счастливыми обладателями билетов на официальную церемонию открытия кинофестиваля в драматический театр. А для тех, кто очень хотел бы посмотреть эту церемонию, но такой возможности получить билет не оказалось, не только можно посмотреть дома в прямой трансляции по Катоне 24, но и на площадке на экране возле театра драмы будут установлены лавочки, экран и трансляция будет осуществляться на улицу. В этот же день состоится первый кинопоказ так называемого фильма-открытие шукшинского кинофестиваля. Оркомитет выбрал такой фильм и им станет последнее испытание режиссера Алексея Петрухина. Этот выбор не случайен. Отчасти он обусловлен тем, что именно этот фильм представляет целая плеяда актеров. Ну и сам Алексей Петрухин, режиссер этого фильма. Обращаю внимание на то, что показ фильма-открытие состоится не как всегда в театре драмы после официальной церемонии, а все-таки на площадке кинотеатра. Это будет кинотеатр «Мир» в 8 часов вечера 23 числа. Будет представлен творческой командой этот фильм для зрителя. С этой же даты начнутся мероприятия по всем направлениям кинопоказы, литературный перекресток, музейные выставки, о которых тоже стоит сказать. Но я хотела бы обратить внимание, что поскольку, Дарья, мы все равно с вами не успеем рассказать за наше эфирное время обо всем, то на сайте Министерства культуры Алтайского края и во многих социальных сетях, в том числе наших, размещены три афиши шукшинских дней на Алатае. Первая – это афиша основных мероприятий, вторая – это афиша литературного перекрестка и третья – это афиша кинопоказов. Ну пока в общем, тогда расскажите, куда стоит сходить везде, потому что, естественно, не успеет 40 событий. Ну, конечно, куда стоит сходить, нужно определиться в зависимости от того, в каком городе Алтайского края вы проживаете и к чему более склонны ваши интересы. Фильмы ли это, встречи ли с писателями, народные праздники, музейно-выставочные проекты. Конечно, в первые два дня основная концентрация событий – это город Барнаул 23 и 24. Где можно посмотреть кино? Кино можно посмотреть в четырех кинотеатрах в городе Барнауле. Это кинотеатры «Мир», «Европа», «Пионер» и «Премьера». Кроме того, на этих площадках будет показан полный метр. Со вчерашнего дня пригласительные билеты выложены в кассы этих кинотеатров. Эти билеты бесплатные, но, думаю, что интерес очень высокий, разбирают билеты очень быстро, поэтому максимально быстро надо постараться успеть этот билет получить. Кроме того, у нас помимо полного метра есть программа короткого метра, полного метра 10 лент, короткого 16. Эта программа в Барнауле пройдет в формате ночь короткого метра, ну это условная ночь, потому что она идет вечером, в 7 часов 24 и 25 числа на том же экране, который будет установлен у Краевого драматического театра, то есть в самом центре нашего города. Также будут оборудованы лавочки, санитарная зона. Можно будет посмотреть короткий метр прямо на улице. Также в формате Open Air короткий метр будет показан в городе Бийске на бульваре Петра. И необходимо сказать, что, ну я не буду перечислять, проще посмотреть киноафишу, показы состоятся в ряде муниципалитетов в кинотеатрах 3D, которые мы открыли за последнее время. А какие фильмы пойдут в том или ином кинотеатре, полный или короткий метр, об этом можно посмотреть в афише. Где-то они пройдут с творческими встречами, ну, например, в город Каменьный Аби приедет Алиса Гребенщикова представлять фильм, где-то будут чисто кинопоказы. Поэтому о кино в целом и кратко вот таким образом. Остальное смотрим на сайте. Литературный перекресток, он пройдет достаточно в большом количестве библиотек, всегда точка эта библиотека, где органично вписываются встречи с писателями. Всех наших гостей, и Павел Басинский, и Василий Авченко, и Игорь Корниенко, и многие другие, мы можем посмотреть, послушать в Краевой библиотеке Шишкова. Зачем нужно прийти в библиотеку Шишкова? Не только для того, чтобы встретиться с тем писателем, который вам нравится, с которым вы хотели бы познакомиться, приобрести его книгу с автографом, но также и для того, чтобы иметь возможность переобрести те книжные новинки, которые выходят в этом году в связи с 90-летием Шукшина. Во-первых, выходит замечательный книга-альбом рассказов Шукшина и фотоиллюстрации Александра Павловича Волобуева. В этой книге вложен диск, записанный актерами Драматического театра имени Шукшина, этих же рассказов в аудиоверсии. Также выходит и можно будет купить в Шишковке и в Гмелике книга-альбом Анатолия Ковтуна «Шукшин» 1974. Кроме того, выходят дополнительные тиражи девяти томника и книги рассказов Шукшина для детей «Далекие зимние вечера». Все эти издания будут продаваться в трех точках. Шишковка, Гмелика, музей на Льва Толстого и Шукшинский музей в Сростках. Ирина Евгеньевна, если вернуться к киночасти, всегда интересно, для кого фильмы? Кто зритель основной, потенциальный и фактический? Фильмы отбираются в соответствии с давно установленным девизом фестиваля «Он звучит нравственность, есть правда». Это шукшинская фраза. И определить аудиторию потенциальную этих фильмов. Ну, не скажешь так просто, дети, взрослые, семейные или нет. Скорее, этот критерий ориентирован на людей, которым, во-первых, интересно отечественное кино. Ведь многие из нас, не факт, что назовут фильмы режиссеров современного отечественного кино, а это кино существует, в том числе есть очень хорошие ленты, есть те, которые заставляют подумать, подумать о человеке, о его месте в мире, о нравственном выборе человека. И вот, как правило, эти фильмы показывают человека в ситуации сложного жизненного выбора, когда ему в соответствии со своими нравственными законами нужно этот выбор сделать быстро, моментально, ну и либо остаться человеком, либо нет. И, как правило, эти ленты отбираются так. То есть это кино, которое заставляет нас немножко подумать, остановиться и подумать. Мне кажется, в современном мире, когда мы поглощаем такую информацию в режиме экшена, этого чуть-чуть не хватает. Шукшинский кинофестиваль такую возможность предоставляет. Далеко не все эти фильмы можно посмотреть по интернету или в прокате. Есть лент, которые отобраны в шукшинскую кинофишу «Полного метра. Война Анны» выходила в прокат. Тем не менее, она идет и в рамках нашего фестиваля. А многие ленты вы можете посмотреть сейчас, тем более бесплатно, только в рамках кинофестиваля. 90-й день рождения Шукшина празднуем. Что будет принципиально нового, чего не было, допустим, в прошлом году? Безусловно, 90-летие – это повод чуть шире отпраздновать, вспомнить. Во-первых, вы уже сказали о том, что более 40 мероприятий в разных точках Алтайского края. Есть такие особенные изюминки. К ним я, безусловно, отношу спектакль «Калина Красная», который состоится на площадке театра драмы «Шукшина» 24 июля. И, конечно, исполнение роли Любой Байкаловой Марии Васильевны Шукшиной на сцене этого театра станет само по себе удивительным, интересным фактом. То, что мы расширяем количество точек, где будет представлен фестиваль и кино, и литературные встречи, это тоже хорошо, важно, потому что некоторые люди, не имевшие ранее возможности, смогут прикоснуться к этому празднику, к творчеству Василия Макарыча. У нас есть о новых изданиях, я уже сказала, их гораздо на порядок больше, чем традиционно. Во-первых, четыре издаем мы сами, два издания приезжают нам в Алтайский край. Это книга Анатолия Заболоцкого, оператора, который работал Шукшиным, и его выставка состоится в Сростинском музее. И это книга, которую привозит председатель жюри «Полного метра» Валерий Фомин. По сути, это является неким продолжением ранее выходившей книги «Шукшин. Жизнь в кино», где фотографии, архивные материалы о его кинодеятельности, они представлены и собраны в более расширенном формате. Эту книгу мы увидим в рамках «Шукшинских дней» на Алтае. Многие вещи добавляются в праздник в Сростках, в том числе не только мастер-классы, литературные поляны. Например, многие люди молодого возраста спрашивают, а что же за мероприятие «Сростинская тырла»? Ну, это, по сути, вечерка тырла, это место, где люди собирались, танцевали, пели песни. Поэтому и большие народные праздники, и такие более камерные, но где можно поучаствовать в них самим непосредственно, вся палитра будет представлена в рамках этой недели. Я надеюсь, что те люди, которым ценно и имеет творчество Шукшина, и которые хотели бы приобщиться в эту неделю, к 90-летию, к празднованию, они найдут себе по душе тот формат, который им более органичен. Ну и, конечно, нельзя не сказать о том, что ведь шукшинскими днями не заканчивается и не исчерпывается мероприятие 90-летия Василия Макарыча, потому что дальше у нас будет осень с театральным фестивалем по Шукшину, поэтому в течение всего года эти мероприятия будут иметь место. Ну и буквально за минутку тогда, чем закроется шукшинский фестиваль, чего ждать на горе Пикет? 27 числа мы едем с Ростки, нас ждет фестивальная улица, на которой все будет плясать, петь, фотозоны, ремесленники. На горе будет работать целая деревня мастеров. В 4 часа состоится в субботу заключительная программа, на которой будет вручена шукшинская литературная премия. Все три главных приза кинофестиваля мы увидим наших гостей. И после официальной программы, которая финиширует наш шукшинский кинофестиваль, мы увидим концерт Марины Девятовой, исполнительницам народного плана, которая органично вписывается в традицию, в сельский колорит. Я думаю, что это станет таким приятным украшением и завершением нашего фестиваля. Спасибо большое, Елена Евгеньевна, что пришли к нам, рассказали о самых масштабных, наверное, народных гуляниях Алтайского края. Напомню, о шукшинских днях на Алтае мы говорили с министром культуры региона Еленой Безруковой. Продолжение следует...